Глава двадцатая. Сильвер-парламентер. Действительно, к чистоколу подошли два человека. Один из них разбахивал белой тряпкой, а другой, никто иной, как сам Сильвер, невозмутимо стоял рядом. Было еще очень рано. Я не помню такого холодного утра. Холод пронизывал меня до костей. Небо было ясное, безоблачное, верхушки деревьев розовели в лучах восходящего солнца, но внизу, где стоял Сильвер со своим спутником, все еще была густая тень. У их ног клубился белый туман, ночные испарения болота. Ночной холод и туман — вот беда этого острова, сырое, малярийное, нездоровое место. — Все по местам, — сказал капитан. — Держу пари, что они затевают какую-то хитрость. Затем он крикнул разбойникам. — Кто идет? — Стой или будем стрелять! — Белый флаг! — крикнул Сильвер. Капитан вышел на крыльцо и встал под прикрытием, чтобы предательская пуля не угрожала ему. Обернувшись к нам, он приказал. — Отряд доктора на вахту к бойницам. — Доктор Ливси, прошу вас, займите северную стену. Джим — восточную, Грей — западную. Подвахтен нам заряжать мушкеты. Живее и будьте внимательнее. Потом снова обратился к разбойникам. — Чего вы хотите от нас с вашим белым флагом? — крикнул он. На этот раз ответил не Сильвер, а другой пират. — Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт, заключить с вами договор! — прокричал он. — Капитан Сильвер? — Я такого не знаю. Кто это? — спросил капитан. Мы слышали, как он добавил в полголоса. — Вот как! Уже капитан! Быстрое повышение в чине! Долговязый Джон ответил нам. — Это я, сэр. Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр. Слово «дезертирство» он произнес с особым ударением. — Мы готовы вам подчиняться опять. Но, конечно, на известных условиях. Честь по чести. — А пока дайте мне слово, капитан Смоллет, что вы отпустите меня отсюда живым и не начнете стрельбу, прежде чем я не отойду от чистокола. — А у меня нет никакой охоты разговаривать с вами, любезный, — сказал капитан Смоллет. — Но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Однако если вы замышляете предательство, то потом пеняете на себя. — Этого достаточно, капитан, — весело воскликнул долговязый Джон. — Одного вашего слова достаточно. Я настоящего джентльмена, капитан, сразу признаю, будьте уверены. Мы видели, как человек с белым флагом старался удержать Сильвера. В этом не было ничего удивительного, потому что капитан разговаривал не слишком любезно. Но Сильвер только засмеялся в ответ и хлопнул его по плечу, точно даже самая мысль об опасности представлялась ему нелепостью. Он подошел к частоколу, сначала перебросил через него свой костыль, а затем перелез и сам с необычайной быстротой и ловкостью. Должен признаться, я так был занят всем происходящим, что забыл обязанности часового. Я покинул свой пост у восточной бойницы и стоял позади капитана, который сидел на пороге, положив локти на колени, поддерживая голову руками, и смотрел в старый железный котел, где бурлила вода и плясали песчинки. Спокойно насвистывал он себе под нос «За мною, юноши и девы!» Сильверу было мучительно трудно взбираться по склону холма. На крутизне среди сыпучего песка и широких пней он со своим костылем был беспомощен, как корабль на мели. Но он мужественно и молчаливо преодолел весь путь, остановился перед капитаном и отдал ему честь с величайшей галантностью. На нем был его лучший наряд — длинный до колен синий кафтан со множеством медных пуговиц и издвинутая на затылок шляпа, обшитая красивым голуном. — Вот и вы, любезный! — сказал капитан, подняв голову. — Садитесь! — Пустите меня в дом, капитан, — жалобно попросил долговязый Джон. — В такое холодное утро, сэр, неохота сидеть на песке. — Если бы вы, Сильвер, — сказал капитан, — предпочли остаться честным человеком, вы сидели бы теперь в своем камбузе. — Сами виноваты. Либо вы мой корабельный кок, и тогда я с вами обращаюсь по-хорошему, либо вы капитан Сильвер, бунтовщик и пират, и тогда не ждите от меня ничего, кроме виселицы. — Ладно, ладно, капитан, — сказал Сильвер, садясь на песок. — Только потом вам придется подать мне рук, чтобы я мог подняться. — Неплохо вы тут устроились. — А, это Джим. Доброе утро, Джим. Доктор, мое почтение. — Да вы тут все в сборе, словно счастливое семейство, если разрешите так выразиться. — К делу, любезный, — перебил капитан. — Говорите, зачем вы пришли? — Правильно, капитан Смоллет, — ответил кок. — Дело прежде всего. Должен признаться, вы ловкую штуку выкинули сегодня ночью. Кто-то из вас умеет обращаться с ганшпугом. Кое-кто из моих людей был прямо потрясен этим делом. — Да что там кое-кто? Все. Я и сам, признаться, потрясен. Может быть, только из-за этого я и пришел сюда договариваться. Но клянусь громом, капитан, второй раз эта история вам не удастся. Мы всюду выставим часовых и уменьшим выдачу Рома. Вы верно думаете, что мы все были пьяны мертвецки? — Поверьте мне, я нисколько не был пьян, я только устал, как собака. Если бы я проснулся на секунду раньше, вы бы от меня не ушли. Он еще был жив, когда я добежал до него. — Дальше, — хладнокровно произнес капитан Смолит. Все, что говорил Сильвер, было для капитана загадкой, но капитан и бровью не повел. А я, признаться, смекнул кое-что. Мне пришли на память последние слова Бенгана. Я понял, что ночью он пробрался в лагерь разбойников, когда они пьяные валялись вокруг костра, и мне было весело думать, что теперь в живых осталось только четырнадцать наших врагов. — Одним словом, вот что, — сказал Сильвер. — Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. Это наша цель. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь, и это ваша цель. — Ведь у вас есть карта, не правда ли? — Весьма возможно, — ответил капитан. — Я наверняка знаю, что она у вас есть, — продолжал долговязый Джон. — И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы. Нам нужна ваша карта. Вот и все. А лично вам я не желаю ни малейшего зла. — Перестаньте, любезный, — перебил его капитан. — Не на такого напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались коротки. Капитан спокойно взглянул на него и стал набивать свою трубку. — Если Эйб Грей, — начал Сильвер, — стоп, — закричал мистер Смоллет, — Грей мне не говорил, и я ни о чем его не спрашивал. — Да я, если угодно знать, прежде мокрое место оставил бы и от вас, и от него, а заодно и от всего этого острова, ясно, милейший? Эта гневная вспышка, видимо, успокоила Сильвера. Он уже начал было сердиться, но теперь сдержался. — Как вам угодно, — сказал он. — Думайте, что хотите. Я запрещать вам не стану. — Вы, кажется, собираетесь закурить трубку, капитан? — И я, если позволите, сделаю тоже. Он набил табаком свою трубку и закурил. Двое мужчин долго молча сидели, то взглядывая друг на друга, то затягиваясь дымом, то нагибаясь вперед, чтобы сплюнуть. Смотреть на них было забавно, как в театре. — Вот наши условия, — сказал, наконец, Сильвер. — Вы нам даете карту, чтобы мы могли найти сокровища. Вы перестаете подстреливать несчастных моряков и разбивать им головы, когда они спят. — Если вы согласны на это, мы предлагаем вам на выбор два выхода. Выход первый. Погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль. И я даю вам честное слово, что высажу вас где-нибудь на берег в целости. — Если первый выход вам не нравится, так как многие мои матросы давно точат на вас зубы, уж очень вы их замучили работой, вот вам второй. Мы оставим вас здесь, на острове. Провизию мы поделим с вами поровну. И обещаю послать за вами первый же встречный корабль. Советую вам принять эти условия. Лучших условий вам не добиться. — Надеюсь, — тут он возвысил голос, — все ваши люди тут в доме слышат мои слова, ибо сказанное одному сказано для всех. Капитан Смоллет поднялся и вытряхнул пепел из своей трубки в ладонь левой руки. — И это все? — спросил он. — Это мое последнее слово, клянусь громом, — ответил Джон. — Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. — Отлично, — сказал капитан. — А теперь послушайте меня. — Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, доставить в Англию и передать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то не будь я Александр Смоллет, поднявший здесь флаг моего короля, если я не отправлю вас всех в преисподнюю. Сокровищ вам не найти. Уйти на корабле вам не удастся. Никто из вас не умеет управлять кораблем. Сражаться вы тоже не мастера. Против одного Грея было пятеро ваших, и он ушел от всех. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро сойдете с нее. Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня, а при следующей встрече я всажу пулю вам в спину. А теперь убирайтесь отсюда, любезный. Да поторапливайтесь. На Сильвера стоило посмотреть. Глаза его вспыхнули яростью. Он вытряхнул огонь из своей трубки. «Дайте мне руку, чтобы я мог подняться!» — крикнул он. «Не дам!» — сказал капитан. «Кто даст мне руку?» — проревел Сильвер. Никто из нас не двинулся. Отвратительно ругаясь, Сильвер прополз до крыльца, ухватился за него, и только тут ему удалось подняться. Он плюнул в источник. «Вы для меня вот как этот плевок!» — крикнул он. «Через час я подогрею ваш старый блокгаус, как бочку рома. Смейтесь! Разрази вас гром! Смейтесь! Через час вы будете смеяться по-иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!» И, снова выругавшись, он заковылял по песку. Раза четыре принимался он перелезать через забор и падал. Наконец его перетащил человек с белым флагом, и в одну минуту они исчезли среди деревьев.